Что управляющая компания должна бесплатно ремонтировать в квартирах жильцов? Обязанность ремонту и содержанию жилья ложится на его собственника. Основанием для появления исключения из этого правила является только присутствие в квартире какого-то имущества, которое формально относится к общедомовому. Именно его ремонт и содержание в надлежащем виде является обязанностью УК. А собственникам квартир отправляются лишь отчеты о проделанных работах, содержание и сумму затрат на их выполнение. Чуть ли не в каждую квартиру входит то, что относится к общедомовому имуществу. Но заставить управляющую компанию отремонтировать его не так просто. Какая же мотивация УК на ремонт в квартире? Реальностью ремонта в квартире, выполняемой силами УК, становится в случае, если имущество собственника пострадало в результате халатности и ненадлежащего выполнения своих обязанностей УК, к примеру, не заменили и не подчинили трубы, которые в результате прорвало и пострадала квартира собственника, или нанимателя по договору социального найма. Во втором случае инициатором судебного процесса, судебного рассмотрения дела, становится муниципалитет. И второе. Необходимо отремонтировать что-то, чем пользуется собственник квартиры. Но это общедомовое имущество, к примеру, балконная плита, батарея центрального отопления, если внутриквартирная отопительная система не отделена от остальной запорной арматуры. Во всех случаях, когда собственник квартиры попытается добиться ремонта, силами управляющей компании он встретит яростное сопротивление, даже при наличии на руках соответствующего решения суда. Ничто не мешает УК обжаловать его в суде вышестоящей инстанции. Жильцам же не нужно забывать, что в суде можно добиться еще и компенсации морального ущерба и продолжать отстаивать свои права даже тогда, когда для этого потребуется дойти до Верховного Суда. Проведение ремонта в квартире становится обязанностью управляющей компании по решению суда или в силу предписания госживоинспекции, куда собственники квартир могут обращаться с жалобами. В некоторых случаях разумно начать с инспекции, а потом написать заявление еще и в прокуратуру. Если инспекция проведет проверку и выявит какие-то факты нарушения законодательства, то такие документы будут переданы туда самими инспекторами. Обращение жильца в прокуратуру будет весомее, если оно окажется подтвержденной предварительной работой госживоинспекции. Результатом становятся различные проверки и отправка в УК требований об устранении выявленных нарушений. Гражданин же может инициировать прокурорский надзор за невыполнением должностными лицами их обязанностей. Алгоритм действий, нужных для отстаивания своих прав. Однако сам процесс может растянуться на довольно длительный срок. К примеру, если собственник квартиры решил добиться от УК того, чтобы она отремонтировала балконную плиту, ему придется сначала правильно обратиться с заявлением на проведение ремонта их работ в УК, аргументировав это соответствующими нормативными актами. Это может быть пункт правил номер 491, который определяет перечень общедомового имущества. Содержит он и балконы, и плиты, сам же балкон, ограждение, навес, рамы и застекление. Другие его части ремонтируются силами владельцев квартир. Если УК не принимает никаких мер, то собственник квартиры может подать исковое заявление в суд. Но понимать, что скорее всего оно лишь стартует длительную кампанию по отстаиванию ваших прав. Оно может кончиться тем, что гражданин махнет рукой и начнет искать варианты того, как ему решить задачу своими силами. Поэтому наиболее рациональным вариантом будет привлечение всевозможных союзников или совершение дополнительных действий. Это может быть видеофиксация бездействия должностных лиц с последующим приданием фактов огласности или обращения в СМИ. Субтитры сделал DimaTorzok